Всем привет! Сегодня я хочу показать вам, как вяжется повойник и по-другому бандана, потому что они абсолютно одинаковые. Есть, конечно, отличия. Отличие в том, что и банданы вяжут и шьют по-разному, и повойники. И вот вспомнили этот старинный русский головной убор. Он очень удобный. И я сегодня представляю вашему вниманию свой вариант. Бандану я вяжу из пряжи Флора, итальянской фирмы Линия Пью. Это ленточный такой вот хлопок, фантазийный. Он с небольшими утолщениями, с беленькими. Розовый люрекс. Вот на розовой ниточке такая вот интересная пряжа. Так, и крючок у меня два с половиной. Крючок китайский, не знаю, насколько он соответствует. Просто я подобрала под свою манеру вязания. Если вы вяжете тоже, то можно взять, наверное, крючок и потолще. Вначале я связала такую вот длинную полоску. Так, здесь у меня немножечко уже собрано. Я смотрела, как это все будет. Вот такая полоска. Вязала я ее вот в эту сторону. Такой вот она размера. А сейчас примерно... Измерю, сколько она. Так, ну 8 сантиметров. И в длину... Так... В длину я ее связала на 60 сантиметров. Но она должна быть равна объему головы. Размеру головы по окружности. У меня даже побольше. Хотя, когда я вот примеряю на голову, нормально. Можно связать даже поменьше. Потому что здесь вот все равно будет регулироваться завязкой. И поэтому, даже если вы покороче свяжете, ничего страшного. Здесь вот, как вы видите, хотела я вот в эти дырочки продернуть. Но оно здесь вот некрасиво так получалось. И поэтому я продернула... Просто связала цепочку воздушных петель. И продернула вот через вот эти вот столбики. Сначала здесь, потом здесь. На такой вот стоппер. Можно просто завязывать, если у вас такой нету. Хотя он в рукодельных магазинах. Там, где пуговицы и все такое. Нитки продаются. И... Ну, я говорю, спокойно можно завязывать просто на завязки. Вязала я здесь очень простой узор. Потому что ниточка толстая, сама по себе интересная. Рисунок здесь уже никакой не видно будет. И вот я лишь вязала ряд столбиков с накидом. И один ряд чередовала. Столбик с накидом и воздушная петля. Всего у меня здесь вот 20 столбиков. Вот в прореженных рядах я сначала вязала 2 столбика, чтобы край был поплотнее. А потом уже начинала воздушную петлю. И вот с этой стороны также 2 столбика. А здесь еще в конце обвязала столбиками без накида. Ну, когда уже эта полоска была готова. Итак, я связала вот эту полоску на нужную длину. И начала вязать сеточку. Сеточка у меня тоже самая простейшая. Состоит из 5 воздушных петель. Я даже пико не стала вывязывать. Потому что она и так по себе. Сама по себе такая нормальная. Ну, опять же, я говорю это за счет того, что нитки такие. И вот связала я ее вот на такую высоту. А сейчас опять же измерю. Но хотя это можете на свое усмотрение. Так, ну где-то 20 сантиметров. И сейчас я хочу закруглить край вот этот. Буду продолжать вязать. Но чтобы у меня этот край был закругленный. Хотя можно даже и вязать ровно. Так. А, сеточку я начала вязать. Отступила от края вот этой полоски совсем немного. Хотя можно было и побольше. Сантиметров 5-6 можно было отступить. Но так тоже нормально. Так. Сейчас немножко покажу еще, как я ее вязала. Кто не знает. Вяжется она элементарно. 5 воздушных петель и столбик без накида. И так вот постоянно вяжем. Но тут только края рядов. Начало и конец ряда. Особенность имеет. Так. 3, 4, 5. Вот. Последняя такая у меня арочка. Сейчас вяжу я 3 воздушные петли. И столбик с двумя накидами. Вот. Край я закончила. Поворачиваю работу. И буду вязать столбики. Вернее 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Цепочки с 5 воздушных петель. Присоединяю к следующей цепочке. Вяжу столбик без накида. Прямо под цепочку. И снова вяжу 5 воздушных петель. Узоры можно вязать любые. Это просто надо смотреть, какая у вас пряжа. Какой узор лучше подойдет к вашей пряже. Я довязала до конца ряда. У меня осталась последняя арочка. Если бы я вязала по-прежнему, я бы провязала 5 воздушных петель и столбик без накида вот в этот столбик. Но я хочу сейчас закруглять полотно. Поэтому я свяжу 2 воздушные петли. Столбик с двумя накидами в крайний столбик. Завязываю столбик с двумя накидами. И вот у меня получилась такая же арочка, но только крючок находится на вершине этой арочки. Я поворачиваю работу. И сейчас буду вязать снова цепочки из 5 воздушных петель. Вяжу как обычно. До конца ряда. Вот я снова довязала до конца ряда. И сейчас вяжу 1, 2, 2 воздушные петли. Можно 3. И столбик с двумя накидами в середину этой цепочки. Вернее, под цепочку. И вот таким образом у меня получается сокращение этого полотна. И буду вязать так, чтобы было закругление. Если вы вяжете из другой пряжи, другим узором и не знаете, как сделать закругление, то можете просто, ну я думаю, вот 20 сантиметров, как у меня здесь маловато, можно повязать еще и просто закрыть все петли или оставить так. Вот это вполне можно оставить и так. И просто будет прямое полотно. Вот что у меня получилось. Здесь полоска и дальше идет полотно. Так, вязала сначала ровно, как я показывала, 20 сантиметров у меня здесь. А затем начала сокращать с обеих сторон. Получился такой вот хвостик. До конца я не стала. Можно было еще, тогда было бы подлиннее. И вот за счет вот того, что полотно такое объемное достаточно, формируются складки. И можно его, и этот головной убор можно носить сразу на несколько размеров. Ну, размеров головы. И вот в этом месте, где я начинала сокращение, я притянула шнурок, тоже связанный просто из этих же ниток. Его стягиваю. Так. И внизу можно завязать, чтобы завязки эти не видно было. Я не стала даже его на такой стоппер, как вот здесь у меня. Просто завязываю. Получается такой вот хвостик. И вот этот размер дает объем для головы. Можно его пониже завязать. Допустим, если высокая прическа или еще что-то. Заправляем этот хвостик вниз. И вот таким образом формируем складки вот эти получаются. Объем для головы. Все очень просто. Остается только надеть на голову. Ну и можно расправить вот этот хвостик. Так, вот здесь он должен быть. Можно, конечно, его прихватить как-нибудь. Даже вот этой вот веревочкой зацепить, чтобы он был на одном месте, не сбивался. И вот сейчас он будет зафиксирован. Можно еще с этой стороны прихватить этой же веревочкой. Так, ну здесь вот пока непонятно уже, когда на голову наденем, то уже все будет, я думаю, понятнее. Вот этот хвостик у меня ненамного выглядывает при примерке. Ну, вот так вот где-то. Если хотите, можно его связать длиннее. Просто сейчас уже даже не убавлять, а прямым. Тогда он будет закрывать шею, например, от солнца, чтобы она не сгорала. И вот уже можно все эти размеры формировать в какой-то мере самим. Вязать мне очень понравилось. Очень понравилось, как сидит на голове. Такой универсальный. Мне кажется, очень удобно для детей. Здесь вот просто ослабить, и будет пошире. Или даже если сами не получится с размером, свяжете меньше, чем нужно. За счет вот этой конструкции его можно будет носить на любой размер головы. Понравилось вязать из фантазийной пряжи, потому что здесь и узоры особо никакие не нужны. Хотя можно связать что-нибудь и с красивыми узорами. Ну, конечно, и с ровной гладкой пряжи. А пока все. До новых встреч!